Тверская область Суд приговорил Ильина Дениса Анатольевич признать новое совершение преступления при своем пункте В.6.5 ст. 290 в уголовном кодстве РФ в виде лишения свободы с руками на 5 лет без штрафа, с лишением права занимать должность в государственной службе в органах местного управления, связан с учтением функций предсоветов власти, либо с выполнением организации распределительных комиссий на 5 лет. Пять лет в колонии строгого режима. Напомним, Ильину вменяется в вину статья 290 Уголовного кодекса «Получение взятки». Суд при назначении наказания учел смягчающие обстоятельства и назначил подсудимому срок ниже низшего. Напомним, гособвинение просило более суровое наказание. Государственное обвинение просило назначить наказание Ильину Денису Анатольевичу в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Приговор сегодня оглашен. После его получения будет дана оценка указанного приговора. Смягчающий вину обстоятельства суд признал. Наличие малолетних детей у подсудимого, его положительные характеристики, пожилые родители, состояние здоровья самого Ильина. То, что он ранее не судим. Тем не менее, Ильин настаивает на своей невиновности. По поводу приговора я не согласен. Я не думаю, что 9 месяцев суда, которые здесь прошли, да. Фактически за 9 месяцев ничего нового я не услышал. Доказательства своей гонки я не услышал. И поэтому в соответствующем установленном законном порядке приговор будет жалоб. Поэтому с меня все спасибо. Необходимо отметить, что в момент получения взятки должностное лицо было задержано с поличным сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Следствием и судом установлено, что 26 января 2017 года Ильин лично получил от руководителя общества «Энерго» взятку в сумме 500 тысяч рублей за совершение действий в ее пользу как руководителя данного общества и предпринимателей, интересы которых она представляла, а именно за совершение действий, входящих в его полномочия по допуску предпринимателей как конкурсному отбору на получение субсидий с субъектами малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров. Необходимо отметить, что в момент получения взятки должностное лицо было задержано с поличным сотрудниками УФСБ России по Тверской области. О решении апелляционной инстанции, которая состоится 16 июня, мы сообщим в патрульной службе. Продолжение следует...